Здравствуйте! В эфире ДПС. В студии для вас работаю я, Анастасия Бойко. Сегодня выпуски. Сбил пешехода и скрылся с места аварии. Какое наказание грозит нарушителю? Вежливый обгон. Кого обяжут сдавать экзамен по водительской этике? Скатерть у дорога. Россияне начали стелить коврики на улицах. Зачем устроили такой флешмоб? Автолихачи за прошедшие сутки спровоцировали две серьезные аварии, в которых пострадали люди и 177 ДТП с материальным ущербом. Подробнее об этих инцидентах расскажем в ежедневной сводке. 11-летний мальчик получил перелом бедра и сотрясение головного мозга, попав под колеса ваза. Ребенок перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель шестерки остановиться не успел и напротив 29-го дома по улице Сипсельмашевская наехал на школьника. Мальчика госпитализировали в больницу. Оказался не в то время и не в том месте. Молодой человек шел по тротуару в сторону улицы Лунная в Бердске. В этот момент на проезжей части произошло столкновение Раума и Камри. От удара Грация вылетела с дороги и сбила пешехода. Парень получил многочисленные ушибы, а водитель Раума испугался ответственности и решил сбежать. Нашли. Причем не в очень адекватном состоянии. Однако пройти медицинское освидетельствование водитель Тойоты отказался. На него оформили сразу два протокола. За отказ от прохождения теста и за оставление места ДТП. Теперь мужчине грозит лишение прав и крупный штраф. Митсубиси и Хонда столкнулись на перекрестке Бердского шоссе и улицы Русская. Хонда ехала со стороны проспекта Строителей, выезжала на перекресток под красный сигнал светофора. Митсубиси ехал навстречу. Его водитель решил повернуть налево, на русскую, но машины столкнулись. К счастью, пострадавших нет. Еще одно лобовое ДТП произошло на перекрестке в Новосибирске. Участники аварии ехали навстречу друг другу. Ниссан Сани со стороны Красина, Лада со стороны Трикотажной. На перекрестке Веста пошла на разворот. Однако водитель невнимательно посмотрел в зеркала и не пропустил Ниссан, который двигался в левом ряду. Автомобилям требуется ремонт. Владелец Блюберда спровоцировал массовую аварию на улице Котовского. Мужчина ехал на своей иномарке в сторону площади Труда, стал перестраиваться в правый ряд, но врезался в Мазду, которая двигалась в попутном направлении. От удара ее отбросила в припаркованную у обочины Тойоту. Люди не пострадали. Дама на Ниссане ехала по гусенобродскому шоссе, решила обогнать попутный Део Нексия. Выкрутила руль влево, оказалась навстречу, но увидела, как прямо на нее едет другой автомобиль. Женщина испугалась, поэтому решила вернуться на свою полосу, но столкнулась с Нексией. От удара Део вылетела с дороги и врезалась в бетонный блок на обочине. Итог аварии на фото. Автоледи вину признала. Соревнования для потенциальных водителей. Старшеклассники болотненских школ приняли участие в викторине под названием «Школа дорожных наук». Запрещать поворотный блок. Дорожные знаки вопросов у ребят не вызывают, отвечают без запинки. А вот на теме медицина многие спотыкаются. Нам рассказывали на ОБЖ, как нужно оказывать первую медицинскую помощь. Также прорешивали билеты. По дорожной знаке изучали. Участвуют в викторине только старшеклассники. Никаких оценок инструкторы не ставят, а только советуют, какой раздел правил надо подучить. Я уже вижу первое нарушение. У вас есть медицинская аптечка в машине. Для старшеклассников викторина – это серьезная репетиция перед учебой в автошколе. Здесь проверяют и теорию, и практику. То есть это будущие водители у нас для того, чтобы проверить, как у нас выпускники школ знают правила дорожного движения, как могут применить их на практике. Большинство ребят уже летом поступят в автошколы. Сдать экзамен на права можно, не дожидаясь 18-летия. Многие старшеклассники именно так и делают. Сегодня 10 болотненских ребят прошли все испытания и ждут, когда получат удостоверение на руки. В последнее время в редакцию ДПС все чаще поступают вопросы о ДТП с одним участником. К примеру, Евгений Белкин из Меретия уже через несколько минут после аварии пишет. Здравствуйте, попал в ДТП на трассе, сижу, жду инспекторов. Моя машина разбита, ее занесло, она врезалась в столб. Как и от кого мне требовать компенсацию на ремонт у меня ОСАГО? Этот вопрос мы задали аваркомам. Им ежедневно приходится оформлять подобные столкновения. Так реально ли получить выплаты по автогражданке? ОСАГО нет, страховой выплаты не будет. Если единственное, что третьи лица найдут, то хулиганы. Тогда это в судебном порядке, только через суд. А так аварийный комиссар ничем не поможет. Только единственное, фотоотчет, фотофиксация, все это будет у нас. Показка, чем хорошо застрахован автомобиль, что он может получить возмещение как от стихийных бедствий, допустим, от ураганов, повальных деревьев, так вот в такой случае, что наехал на препятствие, на любое. И также, если нанесены повреждения третьими лицами, то есть по-русски говоря, хулиганами, какие-то поцарапали автомобиль, тогда аварийный комиссар может оформить единственный случай, что со страховым показкой. Очередной рейд нетрезвый водитель проводит инспектор ГИБДД на дорогах Новосибирской области. Усиленные наряды дежурят на трассах и улицах до понедельника. В местах концентрации ДТП инспекторы проведут сплошные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в пьяном виде наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав. За повторное нарушение возможно наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, либо же обязательными работами до 480 часов с лишением права занимать определенные должности три года. Водители будут принудительно учить вежливости. В российских автошколах может появиться новый экзамен. Помимо теории и практики вождения придется сдавать экзамен по дорожной этике. Предмет этика и культура вождения может стать обязательным для всех, кто получает права впервые, и для тех, кто переучивается после лишения. Со студентами будут проводить психологическую работу для эффективной адаптации неопытных водителей. Это позволит дисциплинировать людей на дорогах, уверяют авторы идеи. Ведь нередки случаи, когда из-за малейшего нарушения правил одним участникам движения, другие водители реагируют более чем агрессивно, устраивают массовые драки, скандалы, а иногда даже перестрелки. К примеру, в Европе такие курсы в обязательном порядке проходят злостные нарушители правил. Креативность ради безопасности. Как только люди не пытаются повлиять на дорожников, чтобы те обратили внимание на неровности проезжей части. Некоторые пишут жалобы собственникам дорог, другие обращаются в прокуратуру, а третьи решают проблему сами и стелят на ухабистых магистралях шерстяные ковры. Так поступили жители Кирова, последовав, к примеру, Нововятска. Прикрыли паласом ямы, сняли все на видео и выложили в интернет. Говорят, другие методы не работают, администрация города водителей не слышит. Ролики набрали бешеную популярность. Теперь ковровый флешмоб может пройти по всей стране. К примеру, на новосибирских интернет-форумах автолюбители уже активно обсуждают проведение такой инновационной акции. Далее в программе рубрика «Две беды». В ней собраны видеокадры аварий, которые попали на записи регистраторов участников ДТП, а затем оказались в интернете. Здесь и забавные истории, и печальные инциденты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На этом все. Если вы стали свидетелем ДТП, либо же вам необходима оперативная консультация юристов, госинспекторов или же журналистов, присылайте информацию на электронную почту, адрес которой указан на экране. Для вас работала я, Анастасия Бойко. Не нарушайте правила и помните, дорога у всех одна, но вот куда повернуть, мы выбираем сами. До скорой встречи на канале ОТС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok